Продолжаем мы, друзья. Которые поддерживают небольшие студии, большие студии, как издатели, да, и издают игру, и она становится популярной, и это помогает, и все счастливы. Вот как раз Павел представляет такую крепкую, хорошую, интересную, большую, на мой взгляд, студию, да, которая, сотрудничая с компанией Godin, представила всему миру игру Crossout, о которой мы, собственно, и будем говорить. Это такая игра, где нужно крафтить. У меня тут тоже свой определенный крафт есть, вот видишь, части геймерских наушников разложены, да. Но ты знаешь, вот лучше мы будем играть и крафтить что-то, чем будем крафтить какие-то продукты. Ты предлагаешь мне собрать? Нет, 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 тут вот как раз большое счастье, что собирать ничего не надо, знаешь, надо просто взять и играть. У нас недалеко, прямо сейчас идет игра просто между командами Gambit и командой под названием Flipside. И вот Flipside, я точно знаю, играют в этих чудесных, вот в этой гарнитуре, мне просто ее принесли попробовать посмотреть, я прям хочу взять и открыть. А как гарнитура складывается? Прямо анбоксинг в эфире, что ли? Ну, прямо анбоксинг в эфире, отчего нет. Эта модель не новая, модель это уже достаточно как бы популярная. Мне нравится, понимаешь, мне сказали, ты сидишь на белом диване в черной гарнитуре, найди белую себе. Найди, что сиди в белой гарнитуре на белом диване. А всем остальным? Степан себе уже собрал комп, походу, за все эти эфиры. Будет. Нет, это действительно очень классная гарнитура, потому что Sennheiser я знаю еще с тех пор, как работал диджеем на радиостанции, и превосходное качество звука, теперь они перенесли еще и на геймерские девайсы, это очень и очень хорошо. Но об этом позже поговорим, да? Давай о твоей чудесной игре Crossout. Я, если честно, успел попробовать только в виде Oculus Drift, но мне уже понравилось. Вот как бы ты описал Crossout? Давай. Crossout — это время постапокалипеза на машинках в первую очередь. И мне кажется, что процентов 70 времени — это как раз конструктор. Потому что твоя основная задача — это из всех имеющихся деталей собрать машинку. И в процессе игры ты делаешь эти детали лучше. Сразу вопрос, да? Вот ты говоришь, из всех имеющихся деталей собрать одну машинку. А из всех — это из скольки? Стали на самом деле огромное количество, но тебе со старта доступно немного. Участвуя в различных боях, ты зарабатываешь некоторые детали. У тебя есть специальный набор миссий, нажимая которые ты выходишь в PvP. По результатам боя ты получаешь детали. Ты также можешь кататься и в другие режимы и получать там ресурсы, которые ты потом можешь обменять. Ну и, конечно, есть рынок, где ты можешь покупать, продавать детали и спекулировать на нем. Плюс есть разные, как я знаю, есть разные, получается, группировки, если так можно выразиться, у которых есть свои особенные детали, пушки. Это скорее, чтобы было понятно, это своеобразные ветки развития. Когда ты выбираешь конкретную, прокачиваешь у нее конкретную лояльность, тебе отмокаются новые детали, ты их начинаешь крафтить из тех, что у тебя имеются по рецептам. Рецептики сразу доступны. И улучшаешь свою машинку посредством этих деталей. Скажи, пожалуйста, для кого эта игра? То есть, по твоему мнению, кому она может понравиться в первую очередь? В первую очередь она понравится тем, кто играл в X-Machin'е прошедшие. Это вот железобетонно. А во вторую очередь мы ориентируемся именно на любителей конструктора, потому что конструктор — это неотъемлемая часть игры. Но, тем не менее, есть у нас определенный пласт народа, который играет, наверное, процентов 80 времени в рынок. К таким людям и я отношусь тоже. Ну, помимо моего публичного аккаунта, у меня есть свой личный аккаунт, о котором никто не знает. Ну-ка, ну-ка, а можешь сказать какой? Нет, конечно. А было бы интересно. Мы в прямом эфире. И я спекулирую на рынке. У меня, наверное, процентов 80 моего времени — это покупки на рынке разного типа. Очень экономика развитая внутри игры. Давай зайдем сейчас... Экономика полностью живая. Да, да, да. Давай зайдем на ваш сайт сейчас. У нас тут есть возможность походить по нему, посмотреть. Что здесь можно на этом сайте подчеркнуть? Расскажи, я буду просто... На этом сайте у нас есть блоги разработки, в которых мы рассказываем о ближайших фичах игры. Вот в грядущие планы ты можешь зайти посмотреть. В последнем... Новостях, да? Нет, нет, вот-вот-вот. Грядущие планы, чуть ниже панорама локации. Вторая статья. Вторая статья. Грядущие планы, окей. В этом блоге мы рассказывали о огнемете, рассказывали о арбалете и рассказывали об уникальном декоре под названием «Уточка» и «Уткинатор». На данный момент это самый дорогой и редкий декор. Самая красивая постапокалиптическая уточка. Да, да, да. Но хорошо, договорились. Что еще? Вот о игре можно нажать просто вкладку «Об игре», почитать, что такое кроссаут, что это ММО-экшен. В принципе, это полноценный, полностью дающий представление. Слушай, ну это очень красиво. Да, арты крутые просто. А кто занимается вот такими интересными рисунками? Потому что это надо... Наши художники, конечно же. Крайне любить вселенную, это потрясающе. А есть творчество от игроков вот такого плана? От игроков творчество есть, конечно, но на сайт мы пока его не вывешиваем, потому что еще за БТ. Мы готовим большой пак на старт у БТ именно фан-контентом. А фан-контент очень крутой. Но и большая часть такого фан-контента именно от фанатов Эксмахин. Ну, да, да. Большинство именно игроков, фанатов, которые сейчас в ЗБТ играют, я так понимаю, это именно наследие Эксмахины. То есть это те игроки, которые мечтали о том, чтобы они могли с нуля собрать целиком свою машину еще тогда в Эксмахине. И сейчас у них это получается, и они, естественно, очень довольны. Крафт, Райт, Дестрой. Да, это так... Как на русский это перевести адекватно? Есть какая-то четкий перевод? Четкого перевода нет, к сожалению. Ну, так тоже сойдет. Крафт, Райт, Дестрой, все всем понятно. Я думаю, всем понятно, да. Без слов. Мы сейчас видим скриншоты игры, насколько я понимаю. Да, да. Там у нас вон контейнеров сколько... Это те скриншоты, которые мы готовили на альфа-версию игры. С данного момента у нас переработаны уже некоторые текстуры в игре. Достаточно много на хорошее качество. Узнаю КамАЗ. Да, да. Введены новые детальки и новые кабины, конечно. Очень здорово. Что приятно? Узнаю Газель, слушай. Да, да, да. Это же просто боевая Газель. Мечта любого человека, который везет утром граждан в метро. Он просто мечтает ехать именно на такой Газели. Вот, кстати, еще у тебя аудитория игры, да? Просто скажи ему, что можно модифицировать Газель в Дикого Зверя. И все. Будет куча народу. Прикольно. Это в московском общественном транспорте, да. Это мне Мэд Макс очень сильно напоминает. Ну, кстати, это для поклонников абсолютно нормально. Ну, красота. Красота. А, то есть... Есть еще очень крутая вещь, как панорама локаций. Где здесь это найти? Тыкай в новости. Новости. Ну, давай последнюю посмотрим. Вот панорама локации «Затерянный берег» в самом наверху. Нашел. И просто загрузить, да? Да, да, да. И если нам повезет, она сейчас загрузится. Да, я уверен, нам... Ага. И я могу крутить ее мышкой просто смотреть. Да, и ты можешь крутить и менять угол обзора. Да, да, да. Вот. А то есть я могу перелететь сюда. Это одна из наших последних карт. Та, которая с мостом, если не ошибаюсь, да? Да, да, да. Летит назад хорошо. Как-то ты прям совсем рыбый глаз. Панорама локации очень выполнена. Здорово. Мы уже точно знаем, что нужно запекать свет. Здесь у нас есть какие-то строения, да? Потому что все-таки постапокалипсис. Здесь вот такая интересная избушка, возле которой что-то... Слушай, ну, конечно, надо очень сильно любить Вселенную. Надо очень сильно любить такие миры. Но почему бы и нет, поклонников очень и очень много. Скажи мне, сколько сейчас на данный момент людей онлайн можно увидеть на сервисе, если можно об этом говорить? Ну, конечно же, нельзя. У нас же закрытый быт отец. Окей. Да и вообще, на самом деле, сейчас, на данный момент, на данной стадии, мы за онлайном абсолютно не гонимся. Нам важно протестировать ключевые аспекты в игре. Нам важно протестировать развитие. Нам важно протестировать доходность и прочие вещи, включая баланс. Ну, совсем недавно было, насколько я знаю, опять же, очень серьезное новшество, точнее, изменение, которое было принято вместе с игроками. Это я говорю о ремонте. То есть, именно после того, как фидбэк получили разработчики, касательно системы ремонта, которая ранее была на ЗПТ, были введены существенные изменения. Ну, наверное, надо рассказать о том, что такое ремонт вообще. Да, ну, то есть... А нас включили уже. Я просто, я думал, там по-прежнему кроссаут, а вы уже начали какие-то такие вещи более тонкие обсуждать. Ну, давайте. Если говорить о ремонте. Раньше у тебя деталь имела определенное количество жизней. После поражений в игре ты частичку жизни детальки терял. К сожалению, это порождало модель поведения, когда ты боялся выходить в бой, потому что у тебя собран крутой крафт, который ты давно хотел, он тебе нравится, ты к нему привык, ты в него вложил свою душу, и ты понимаешь, что через определенное количество боев с негативным для тебя исходом он сломается. Тебе придется, ну, сломается одна деталька, тебе придется что-то искать, другую замену, тебе не хочется, тебе нравится. И мы долго думали над тем, что бы сделать, и решили убрать ремонт и заменить его фьюзом. Так называемое соединение деталей. Когда ты объединяешь три одинаковые детальки, и тебе дается новое с уникальной характеристикой. Ну, то есть это своеобразное как и замена ремонту, так еще и улучшение. То есть такой экспириенс, который игрок постепенно-постепенно получает. Я пока, извините, что вас перебью, я посмотрел, у вас там очень интересный раздел сотрудничества, и увидел, что вы сотрудничаете нормально со стримерами, ютуберами, людьми, которые это могут сделать. Вот, допустим, я вижу сейчас видео на канале, в котором почти 150 тысяч просмотров. А может, мы лучше сначала трейлер посмотрим, чтобы народ понял вообще, что мы показываем, нам сейчас включится видео по игре. Да, без проблем. Без проблем, ну что, давай посмотрим видео про игру, но только ты комментируй. Окей, да, давай, у нас будет такая возможность. Поехали. Вот, данный видос мы записывали достаточно давно, но он уже с обновлеными текстурками. На данный момент тут демонстрируется то, как вообще выполнен конструктор, что ты можешь делать. Это все делается в реальном времени, у нас убрано только менюшка выбора деталей, но ты все это видишь. Есть возможность покататься в тест-драйве, посмотреть, что ты сделал, чтобы ты не выходил в бой, не страдал, если ты сделал крафт неправильно или некомфортно. А просто выехал, покатался против очень легких ботов, посмотрел, как у тебя сцепление с дорогой, хорошие ли ты поставил колеса, потому что колеса по сцеплению с поверхностью не отличаются. И посмотрел, как у тебя пушечки стреляют, потому что это тоже очень важно. Ну и, конечно, оценил свои. Делал красивых скриншотов. На Газели я бы поехал. Ну да, да. Я думаю, что не только ты бы поехал. У нас это одна из самых популярных, самая популярная кабина. Сначала идет КамАЗ, потом Газель. Я у тебя выпрошу просто ключи, и я уже знаю, что я поеду на КамАЗе просто и на Газели. Вот. Тут показывает стандартное ПВП на одной из наших карт. То есть тут против тебя дерутся точно такие же ребята. Из-за того, что это ПВП, тут ты в первую очередь ориентируешься именно на эффективность крафта, а не на его красоту. Иногда встречаются такие огромные страшные монстры, которые больше даже похожи на танки, но... Но не видишь, они именно на эффективность заточены. Да. То есть ты говоришь сейчас про эффективность, как-то... А вот, кстати, я в кадре, как раз с такими руками с большими, не Клизор. Судя по всему, твой крафт не был эффективен. Да, он был именно красивым. Были здоровенные руки, все красиво. Есть такая уникальная штука, как Левиафан. Когда ты собираешь из огромного количества деталей здоровенную машинку и отправляешь ее в ПВЕ против других игроков. Нам сейчас показывают, как такую машинку можно собрать. То есть она намного больше стандартного крафта. На ней очень-очень много пушек, на ней очень большое количество деталей, у нее большое количество жизней. И ты отправляешь ее в специальный рейд, называется он Левиафан. И там еще две такие же машинки, как твоя, дерутся против четырех игроков, которые также заходят в этот бой. Это своеобразное ПВЕ, в котором, вдобавок ко всему, боссов придумывают игроки. Это на самом деле очень круто. Да, это босс для ПВЕ. Ты сам его сделал и отправил в ПВЕ. Плюс ко всему, тому игроку, который сделал этого Левиафана, очень много всех приходит добра после самого этого. Да, если твой Левиафан побеждает, то ты получаешь плюшки. Вот так вот это происходит. Левиафана подтверждают? Если твой Левиафан побеждает. А, побеждает. Да, побеждает. Мне просто послуждают, подтверждают. Кто мне его должен подтверждать? Левиафана очень сложно. И сейчас покажут крафт. Нет, сейчас показывают выставку. Это уникальные крафты наших игроков, которые они выставляют и хвастаются друг другом. Тут есть как эффективные, красивые машинки, так и просто очень красивые. Абсолютно неэффективные. Вот, например. На что я хотел обратить внимание, когда-то, ну ладно, уже досмотрим. Досмотрим тогда. Это рейды. Наши ПВЕ-миссии, они по минимуму сюжетные, но в них ты можешь заработать уникальные ресурсы. Газель. Да, да, да. Уникальные ресурсы ты можешь использовать или для крафта, или продавать на рынке. Таким образом, если тебе не нравится ПВП, ты, например, устал, ты хочешь недельку-другую отдохнуть в ПВЕ, ты играешь в ПВЕ, купишь ресурсы, продаешь их на рынке, получаешь валюту и уже начинаешь делать с ними, что хочешь. Или покупать оружие, или дальше пустить их в дело. Слушай, ну здорово, просто здорово. А, причем, на что я хотел обратить внимание, вот на Ютубе очень много там топ-10 крафта. Да. Да, то есть видно, что игроки даже не сколько геймплей хотят показать Крусаута, а хотят показать, посмотри, какую штуковину я собрал. Там очень крутые вещи есть. Это чуть ли не самые популярные видосы вообще на Ютубе, я сам частенько посматриваю, потому что иногда бывают, ну, по-настоящему крутые штуки. Пик всех просмотров по крафтам, мне кажется, был, когда люди надумали сделать летающие аппараты. Когда начали делать самолеты, вертолеты, космические аппараты, когда с помощью ускорителей мог пролететь над всей картой, или очень-очень высоко над картой. И, ну, просто испытать от этого драйв. Это было очень круто. А что вы делаете, кстати, с такими вот нереальными возможностями? Вы оставляете их, пошляете? То есть, даёт ли это какое-то игровое преимущество? Ты набрался видом ускорителей, смыл наверх на газели и начал всех выжигать просто пламенем. Это на самом деле не очень-то эффективно, но, тем не менее, это определённые правки в игру вносило. На данный момент мы готовим... То есть, спасибо, ребята, за крафт. Завтра у вас его не будет. Ну, не так жёстко, конечно, потому что всё равно хочется оставить возможность летать. Это же круто. Конечно. Но не хочется сделать так, чтобы это было неоправданно большим преимуществом. Добавок ко всему, насколько я знаю, опять же, в самом PvP, когда игроки участвуют... Вот раньше они вообще участвовали на белых, так называемых, крафтах за счёт того, что боялись. Да, когда они не ломались, да. Да. Сейчас уже изменилась немножко ситуация, но в любом случае есть определённые ограничения, которые не позволяют, например, выходить в PvP на суперстрашной Uber-машине против слабеньких фрегат. Количество деталей и брекеты матчмейкеров. Собственно говоря, вот про эту систему, если можешь, чуть больше расскажи. Ну, смотри, у нас есть NiveaFan и есть обычная машинка. NiveaFan – это машинка от 80 деталей и выше. Ты её очень долго собираешь, она очень большая по очкам мощи, то есть по такому уникальному параметру. Что такое? Ну, я нашёл просто хорошее абсолютно видео про Crossout, и я вижу здесь потрясающие цифры, которые говорят о том, что аудитория – это реально интересно. Здесь 649 тысяч просмотров, 600 тысяч просмотров, 600 тысяч просмотров, 600 тысяч просмотров. Ну, это говорит о том, что все, конечно, в восторге. Окей. Получается, что интуитивно понятный крафт, да, интуитивно понятная, то есть сюда ты можешь поставить, сюда нельзя поставить. Я помню, как мне понравилось в этой вот замечательной бете под Oculus Rift, что тебе просто красным подсвечивается, не тулись сюда, это, найди другое место. И тебе так просто хочется самому поискать, что не становится ли это, знаешь, то есть я собрал, сделал скриншот и пошёл спать. То есть я не хочу на этом ехать. Иногда так и есть, потому что большую часть аудитории, 70% времени – это как раз сборка. Сборка, всё остальное время они играют, фармят детальки и продают и покупают на рынке. Ты в бои вообще почти можешь не выезжать на самом деле. Если у тебя есть какие-то ресурсы, ты уже можешь начать там торговать на рынке, собирать что-то, кататься в ПВЕ, ты в ПВП вообще можешь не заходить. Или в ПВЕ можешь не заходить. Вот так. То есть свобода выбора, ты можешь заниматься чем угодно. Но главное – это огромный вот этот вот именно инструмент для моделирования. Я сейчас, можно, я вам покажу очень смешное видео, пока пообщайтесь чуть-чуть. Я просто, я знаю, вот мне сейчас очень напомнило, прям вот, вот я знаю, ради чего, после работы, сейчас вот, просто, я найду его, одну секунду. Да, пока что просто расскажи, какие есть ограничения для тех игроков, которые хотят играть в ПВП, в количестве деталей. Естественно, если ты собрал маленькую машинку, ты не попадёшь против больших. Есть параметр, который оценивает. Рейтинг какой-то, да, я так понимаю, боевой, что-то военный рейтинг. Тим Мощи называется, который оценивает. Вот, сейчас, сейчас, ребята, на секунду включат, просто вы поймёте, о чём я. Давай. Просто понимаете, вот это я и кроссаут. Ты просто приходишь, и у тебя центы, собираешь спокойно детали, всё, а потом ты успокаиваешься, когда у тебя всё готово, и ты идёшь спать. Вот для меня так я себе эту игру вижу, потому что, ну, ты создаёшь какую-то гармоничную историю, и она тебя просто радует, вот, вот и всё. Тем более она ещё брутальная. У нас есть очень крутые модеры, получается, которые делают копии машинок, в частности, грузовики. Прям очень круто, красиво и максимально схоже с тем, что есть на самом деле. Хотел спросить. Вот ребята из военно-технических игр, в частности, я опять же напомню, друзья, что кроссаут — это игра от компании, давай ещё раз правильно произнесём её название. Давай. Я имею в виду, что Гейтзит — издатель, а вы как студия? Тарген Геймс. Вот. Да. То есть военно-техническая игра предполагает некое инженерное соответствие. Вот инженерного соответствия ковшу с шипами, который должен перемолоть тебя в кашу, его нет, да? Но кузов «Газельки» или «КамАЗа», он должен чему-то соответствовать. Вы работаете по каким-то открытым источникам, либо запрашиваете что-то у столовых производителей, да? То есть на завод можно написать. Нет, пока мы такими вещами не занимались. То есть «Газель» нарисована как? Вернее так. По фоткам? Как же так-то? Нельзя тебе сказать ничего. Ждите. 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 Ждите появление там BMW 16-й серии. Слушай, а я хочу какие-то легенды, так как вот «Запорожец», у которого двигатель был сзади. На самом деле у нас много очень кабин, которые уже готовы, но мы пока их не будем в игру. И большие же еще должны быть автомобили, да? Да, да. Потому что маленькие легковые – это… Вольсвагены, джипики. Супер, просто супер. Игра мне нравится по всем параметрам. Хорошо, как любому человеку, просто любому приятному человеку взять и принять участие в заботах? Любому. Я вот захотел, увидел сейчас, вдохновился, хочу. Как это сделать? На данный момент просто так игру ты получить не сможешь. Но помимо всех доступов, которые ты можешь получить на конкурсах, в официальных группах, на сайте, в раздаче, ты можешь зайти на сайт, записаться на тест, если ты будешь удачный. Если повезет. Если повезет, да, ты получишь ключ. А помимо этого есть саппортер-паки, покупая которые, ты получаешь доступ в игру и получаешь большое количество деталей и кастомных штук. Портреты и краски. Вот так. Это все есть на официальном сайте, далеко точно не уйдешь. Ну, соответственно, в дальнейшем на этом будет строиться и экономика игры. Она фри-то-плей, но дальше… Она будет фри-то-плей, точно. Но дальше тебе можно детали, краски, какие-то уникальные запчасти, та же самая уточка. Детали и краски ты получаешь в бою. А за деньги? За деньги ты можешь получить какую-то уникальную, которая в фаре лежала. Уточку я могу себе купить? Нет, не можешь. Она только дропается в бою. Иди пока дропай в бою. Окей, да. Или купить на рынке. Все по-честному. Понимаешь, тут очень такой интересный аспект получается, потому что те люди, которые покупают саппортер-баки вот эти, они приносят деньги на рынок. Они что-то покупают у других, они вносят его в игру. И тем самым у нас полный экономический баланс, потому что мы рынок по ценам не регулируем вообще. Вот есть очень одна интересная особенность. Да, есть живой рынок, но как он будет работать, когда игра станет фри-то-плей? Все точно так же и будет. Валюта появляется только с покупными паками. А если появятся какие-то 10 ребят из Азии, которые будут играть сутками, фармить все подряд, и они начнут дестабилизировать этот живой рынок, там же тоже, ты представь себе, сколько бывает возможностей. У нас же есть система аукциона, которая не позволит тебе этого сделать. Ты же давно играешь, ты же видел, какие ограничения у нас вводились. Сейчас ты не можешь выставить лут так, чтобы у тебя его купил железобетон на тот человек, которому ты хочешь его продать. Ты не можешь выставить его по очень завышенной цене, по очень заниженной цене. У тебя есть система аукциона. Она очень похожа на ту систему аукциона, которая есть в стиме для некоторых людей. Вот так. Ты ее, если сможешь обмануть, это окей, круто, это опыт, мы это обязательно исправим. Мне подходит. Скажи, пожалуйста, ориентировочный выход все-таки уже из ЗБТ в большой мир, в большой океан. Я понимаю, что не стоит. Скоро. Скоро. В этом году? Хотим, очень. Я думаю, что это будет большой подарок для игроков. Хотим, очень. Почему бы и нет, все получится. Эксперимент с окулисом – это только выставочный экземпляр или такие мысли есть? Мне понравилось крутить руль. Кстати, от себя я тебе скажу. Сделайте там ботов полегче. Полегче? Туда еще легче. Я невозможно, я кручу, кручу, у меня ничего не получается. На окулусе просто сложно. Полчаса играл. Нет, я имею в виду в окулисе полегче. Я понимаю тебя. Я понимаю тебя, поди поиграй еще. В окулусе у тебя очень специфическое вождение, у тебя стрельба идет в кроков центр экрана. Ты не можешь вертеть мышкой, и ты по умолчанию будешь очень сильно проигрывать игрокам, которые играют за обычный компон. Нет, нет, я имею в виду вообще, ну просто для кого-то сделано классно. А это сделано для выставок? Не вводить это в игру, а дать возможность просто в окулис-стор зайти людям, скачать и вот так вот тоже поиграть руками. Просто руками покрафтить что-то, это же здорово. Ты задаешь мне очень провокционные вопросы. Нет, понятно, что... Ладно, окей, все. Будет что-то вам для окулиса, но потом. Нет, я согласен, что важнее и вам, и комьюнити большому как можно быстрее выйти из вот этого закрытого бета-тестирования, для того чтобы, а потом уже начинать допиливать какие-то фишки, которые могут приносить радость обладателям окулиса. А, окей, ну, может что-то про кросс-платформу у тебя спросить? На PlayStation вроде тоже неплохо. Хотим. По триггерам я вижу, как там просто. И в PlayStation хотим. И уже начали. Начали, да. Тогда давай начну тебе дальше провокационные вопросы задавать, потому что я их люблю. Итак, как вы нашли друг друга с Гайдзин и как они вам помогают на данный момент? И вот что бы ты посоветовал тем людям, которые делают, делают, делают игру, понимают, что можно взять опыт, можно взять смарт-мани так называемые, можно как-то получить помощь. То есть это помощь и развитие для своего собственного проекта. Как с Гайдзином мы знакомы очень давно, и это не первый проект далеко, который мы делаем вместе. Что еще? Самый первый, насколько я помню, имеется в виду ММО, это StarCoffice. Они также были нашими издателями, также точно мы делали этот проект в кооперации с ними, и они представляли нас на большом рынке, потому что мы в первую очередь на тот момент были только разработчиками. У нас не было опыта в пиаре, у нас не было опыта в распространении игры, и нам очень сильно Гайдзин помогали в этом деле. И точно так же получается с Crossout, потому что все-таки у ребят намного больше контактов, у них намного больше компания, и с ними приятно и круто работают. Ну вот, слушай, тоже такой есть вопрос. Игра пока что в ЗБТ, я понимаю, что о каком-то лоре говорить рановато, но так как есть наследие, Ну вот, да, грубо говоря, Ex Machina та же самая, будет ли какая-то такая вот ПВЕ-шная, историческая такая вот, я не знаю. Сюжетная линия полностью прорабатывается, сейчас мы ее больше держим в секрете, мы на ней не сконцентрируем внимание игрока, мы делаем это специально для того, чтобы на ОБТ это все продемонстрировали. Да, у нас планируется вещь, которая тесно будет связана с сюжетом, но об этом мы еще очень давно говорим. Давайте пасхалки, обязательно пасхалки из Ex Machina, про оракулы, про все, что было в первых частях, это очень важно. По минимуму в лоре пасхалки уже есть на самом деле, если сайт почитаешь. Да, да. Да, ты почитал уже. Слушайте, ну это все потрясающе. Как тебе Игра Мир в этом году? Я очень устал, если честно. Я очень устал, но очень круто. А много посетителей было на футболе? Там все-таки, понимаешь, как Паша взял на себя миссию, просто вот эту невыносимую миссию объяснить людям. Во-первых, это кроссаут, да, то есть ты подходишь, что это кроссаут, крафтить машину, собирать. Во-вторых, человек, которым ни разу не видел Oculus, это реально сложно понять, чтобы у тебя кнопки здесь, триггер здесь, в руках держи так. Да, то есть ты потом, когда тебе говорят, крути руль, а ты стоишь с двумя джойстиками в руках, ты понимаешь, что вроде и руля нет, и лыжи не едут, и это не кроссаут. Ну, то есть ты, вот поэтому Паша вот четыре дня там просто провел, ребята, все нормально, кроссаут здесь, а в целом обо всем игромире. Вот ребята говорят, что слишком много VR, слишком много железа, слишком мало игр, а много людей. На самом деле игр, мне кажется, столько же в том году, VR очень много, да, это круто, на мой взгляд, потому что очереди расконцентрированы по всем VR, мне это очень нравится. По железу, да, очень много железа, но это круто, очень много крупных пятых везде, мне кажется, на каждом стенде они стоят, корпусы от Thermaltake. Мне кажется, ничем отличается от того года, по сути, разве что Intel появился, в том году его не было. Ну, я не знаю, ты просто привык, видимо, уже к игровым выставкам. Я очень привык, по мне так, ну, а игромир, игромир. Чего не хватает на игромире? Больше игр, точно. Да, больше игр тоже. Больше игр очень сильные. Давай Пашу поразводим на инсайды, на какие-нибудь анонсы. Слушай, да, все понятно, скоро, в этом году, тут я уже понял мысль, скоро, в этом году. Огнемет будет скоро. Ну, огнемет это уже анонсировано, а из того, что еще не анонсировано? Нет, оно, ну, мне очень нравится, когда есть медиаплощадка игры, на которой все понятно, да, это тоже очень большое искусство, потому что, ну, вот ты не понимаешь, что такое кроссаут. Зайди, просто вот, потрать 15 минут, тебе все понятно. То есть, опять же, спасибо, я верю очень в силу стрима, в силу видео, потому что если какой-то позитивный, приятный, интересный человек, а вот он покрутил эту машину, собрал какие-то детали, вот накрафтил, и при этом говорит, блин, ребята, как это круто! Да, ты можешь просто потратить 15 минут и понять, для тебя это круто или нет, а дальше ты уже захочешь, либо за БТ, либо, ну, то есть, уже ты сам примешь какое-то решение. А по поводу Игромира, почему не хватает игр, хочется, чтобы вот ты шел и такой, ого, вот это игра, или, а, вот это хочется посмотреть, потому что я хочу, чтобы Игромир был как Gamescom, да, чтобы это было огромное что-то, реально большое, великолепное событие. Но спасибо и на этом, потому что, опять, видео с дрона видел, нет? Конечно, я обратил внимание? Конечно, я видел. Вот это тоже показатель, то, что люди хотят увидеть, люди хотят прийти, люди хотят посмотреть. Но и железо тоже, это круто, по-моему, я очень люблю красивые железы. Ну, я тебе так скажу, если бы не было условного производителя Intel, да, которые заботятся о производительности процессоров, не было бы смысла создавать высокотехнологичные игры, они бы просто не работали, да, то есть, мы бы остались на уровне офиса, простых игрушек, и там, вот, тени бы так не запекались красиво в игре, если бы... Кстати, по требовательности, извини, что перебил, Степан, по требовательности, как игрушка? А, я, честно говоря, даже не помню, какие-то мини-балки, но они очень-очень маленькие, на самом деле. То есть, в принципе, калькуляторы потянут? Калькуляторы потянут, точно. Супер. Особенно, если выгрузить, убрать все взрывы и прочее, там, мне кажется, не очень-очень мелкие. И ездить только на Газели? Да, на пятилетних машинах пойдет все точно без лагов, без малейших. А крайняя планка, вот, пытаетесь как-то до самого конца проработать все вообще, там, шейдеры, так, струбить, там, все подряд? Сейчас, так как идет ЗБТ, мы в процессе ЗБТ перерабатываем текстурки, мы их перерисовываем на чистовый лад, это мы делаем уже достаточно давно, и очень много мы уже перерисовали. Ну, и планируем продолжать дальше. Делаем новые карты, они тоже очень красивые, ты, наверное, кажется, и последний, в том числе затерянный город. Не играл еще на ней, к сожалению, но видел скриншоты. Обязательно по окончанию выставки, обязательно. Слушай, ну, давай, значит, по инсайту был такой, я еще сейчас инсайту спрашиваю. Значит, смотри, вот буквально вот-вот, еще не остыла вода, скажем так, еще пенный след от катеров, War Thunder продолжает за ними как-то биться. Я понимаю, есть великолепный фильм, я его очень люблю, «Водный мир». Да, 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 да. Вот я сейчас как-то вспомнил, там был Кевин Костнер, была одна из первых таких пост-апокалитических работ. Вот. И я вот прям корабли вижу, знаешь, которые тоже, главное, закрафтить, добавить каких-то подушек. Их делают? Кто? Кораблики, игроки делают кораблики, пожалуйста. Дождь, а если полностью перенести вот вселенную, да? Ты имеешь в виду на воду перенести? Да. Кросс-аут-вотер. Может быть, но мы об этом не думали. Или потом вот самолетики сделать. Ребят, нет, самолет, самолет это сложно в воздухе. Сконструировать самолет? Нет, но он должен иметь хоть какую-то конструкцию самолета. Но ты же можешь перенести все это на землю как-то, если ты достаточно собрался. А вот в корабликах я прям вижу, там столько можно воздушные какие-то подушки придумывать, какие-то надстройки. А воздушные подушки, кстати, мы вернем. У нас были такие ховеры, которые позволяли тебе немножко парить над землей. И ребята собирали очень крутецкие по виду корабли на этих ховерах. То есть такой старинный дракар и на ховерах летает. Смотрелось очень круто. Насколько я помню, он слабоват был именно в бою, потому что... Он на самом деле был очень крут, потому что он позволял тебе просто парить над всеми препятствиями. Это было очень круто. Если ты помнишь карту с кислотным озером, он позволял тебе на кислотное озеро пересечь. Это больше не мог делать никто, потому что он тупо разваливался в этом кислотном озере. Пока мы их убрали, потому что они не находили места в игре для себя на тот момент. И будем возвращение как раз к опыту. Возвращение. Круто, круто. Ничего не скажешь. Очень круто, плюс ко всему... И планируется еще одна крутецкая ветка по движению, о которой мы пока не говорим. Вот, 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 что я хотел. Это инсайдики. Так, я прослушал, что такое ветка по движению. Ну, вот, есть, например... По способу движения. Да, да, да. Есть там всякие специальные группировки, если их так можно называть, да? Которые дают тебе возможность, допустим, играть в ближнем бою, используя инвиз. Ты уходишь в стелс, подъезжаешь в упор и начинаешь пилить пилой вражескую машину. Это головорезы, правильно? Да. Да. Вот, я так понимаю, вы, грубо говоря, анонсируете новую ветку? Нет, ветки-то точно будут. У нас будет еще минимум две в ближайшее время, по БТ. Я имею в виду ветки развития колес. У тебя же есть обычные колеса, у тебя есть гусеницы. А, по методу движения. Разве я это имел в виду, да? По методу движения. Так, давай подумаем. Я сейчас просто возьму и придумаю. Так, на шипах есть. Только я тебе не скажу, если ты... Гусеницы есть. Колеса можно, гусеничный ход есть. Что там? На лыжи можно встать, наверное. Как-то. А, можно, знаешь, как двигаться? Можно сзади поставить огромный пропеллер. Он будет работать, у тебя лыжи поедут по любой поверхности. Ролики можно поставить, но это виды колес. Просто ролики. Что еще? Можно вот такую, знаешь, тройную гусеницу, вот такую, которая вот так передвигается. Теплее. Можно ноги. Ноги, шагоходы. Вот эти, да, вот эти штуки. А, кстати, роботов, очень много делают роботов. И даже вот в этих самых видосах с топ-сборками там есть вот такие вот похожие на, из фильмов всякие вот эти вот прикольные штуковины. Мы очень много на них смотрели. Мы очень много на них смотрели. Они очень крутые. Но, к сожалению, легальность они только на гусенице. Да, да, да. В основном. Костыли. Пойдем на ноги, ребята. Костыли могут еще быть уже. Шагоход. Просто собрать шагоход из Старварса. Все. Да, да, да. Будет прикольный. Хорошо. Я вот так понимаю, что модель, которую ты, грубо говоря, создал, открафтил, да? Да. Можешь ли ты ее куда-то выгрузить? Именно в виде 3D-модели. Для того, чтобы распечатать ее на 3D-принтере и покрасить потом. Вот так. Какой-то OBS-ку бы. Без пика как-то модель. Ты сейчас не можешь на данный момент, а мы можем сделать только мы. Так. Распечатать на 3D-принтере, пожалуйста. Вы уже печатали некоторые модельки. А мне дома самому, вот как это сделать? Никак. Никак. А если я тебя знаю? Нам написать только. Мы тебе все сделаем отдельно. Нам тут, да, предложили что-то еще распаковать. Это мы через 20 минут мы это сделаем. Значит, просто придет следующий человек. И через 20 минут. Хорошо. Ну что? Кроссаут просто... Все, больше ничего не расскажешь? Ну, хоть что-нибудь. Ну, ладно. Кроссаут производит впечатление крепкой, понятной, отличной игры. Если вы разрабатываете игры, не стесняйтесь, друзья. Не стесняйтесь. Обязательно приходите. И обязательно ищите больших издателей, они вам помогут. Ищите вот таких людей, как Павел, которые помогут вам, допустим, распечатать 3D-модель вашего невероятного козелихота с каким-то железным клювом. Смотрите, играйте, делайте обзоры, приходите на Игромир, любите компьютерные игры, все будет хорошо. Паш, спасибо огромное. Всем спасибо вам огромное, что пригласили. Ну и на правах рекламы прими участие в ZBT Crossout. Да, заходи на официальный сайт и... И прямо сейчас это делай. Заходи на официальный сайт. И на стенде еще можно ключики урвать. Слушай, у нас стенде осталось 2 часа еще. Ну, мало ли вдруг что. Безноваться 2 часа. Ребят, мы вам сейчас покажем видео с Каспером и после этого будет заключительное видео с Игромира. Кстати, если готово видео с Лениным Костей, с обзором стенда Intel, давайте его посмотрим. Если нет, то давайте с Каспером.